всем привет вот решил купить себе лазерный модуль 488 нм наконец-то они подешевели благо наверно качество опять ухудшили 408 нм 488 нм 100 милливатт да мощность маленькая но сам цвет он того стоит цвет у него действительно красивый и сейчас я вам покажу покажу разберу все как обычно вот он пошел второй коробке здесь все мы видим мусор да могли удешевить его как-то раньше он был очень дорогой порядка там что там в районе 40 тысяч за 100 милливатт да не знаете способом они удешевили но удешевили наверное чё-то где-то малоположен но это нам не важно брал его из-за из-за его редкого цвета 488 нм раньше цветом мог сравниться только 473 метра который самая у которого почему-то есть ну почему-то потому что он на кристалле скорее всего наверно из-за этого есть модуляция то есть уменьшающую его мощность ну порядка милливатт может быть точнее не уменьшаешь а увеличиваешь наоборот его мощность милливатт скажем до 150 ну 100 милливатт разгоняешь его до 150 и он начинает сидеть похожим цветом на модуль 488 нм 488 нм да ну наверное это особенность того что он на кристалле он считается твердотельным мазер диодный вот он так выглядит модуль вот его драйвер это один из из самых на на красивых лазеров бирюзового цвета знает есть все перевернуто наверное но я думаю кто интересуется меня не осунет хотя скорее сейчас он тоже youtube ну да ладно сейчас все так ну да в комплекте здесь конечно сам модуль драйвер к нему ну так уж шнурочек небольшой любит для питания не для detail модуляция так еще раз прокручу скажешь не напишите не показал что-нибудь сам я тоже люблю подробности очень любые подробности вот он блок питания комплекте такой вот переходник на наши розетки евро они вроде называются плюс здесь еще а ну да такая штука чтобы его подключать так подключаем мы его белый разъем там написано 12 вольт обязательно туда в синем написано плюс минус ттл в красном написано тоже ттл плюс минус короче здесь буквально смысле три лишних разъема но это скорее всего колись под вентилятор еще под какой-то я так понял включаем убит в белый ну да нет распутать и не будет хотя она распутать все таки не хватит меня до треника тянутся ну какой длинный шнур метр более целый да метр длинный шнур хороший модуль конечно сам маленький здесь поближе поднести модуль сам маленький подключаем вставляем блок питания и вот он загорелся цвет реально у него очень красивый лучше хорошо виден в воздухе конечно днем не сказать что очень хорошо но видно лучше конечно чем у зеленого можно сказать можно сказать да лучше если поставить линзу ну точнее более собирающую линзу как я обычно ставлю наставлен такие то воздухе очень даже будет хорошо видно да и сейчас в принципе тоже видно хорошо на камеру почему-то не видно нифига давайте выключим свет чтобы лучше довольно таки яркий ну чё ж хотите это 100 милливатт луч у него бирюзовый приятный такой цвет может сказать редкий очень самый не везде его как говорится встретишь такой лазер у нас в магазинах не продаются не продаются что прям пошел так ради товара или еще в какой-нибудь магазин где продаются ради деда и купил их нету да там вообще в принципе ничего нету из этих вещей хотя 21 а ну да вот точка вот его точка ну если направить направить на усы греет или еле греет так ну чё ж да так в прожигании ничего не прожигает 100% не прожигает ну здесь конечно сфокусируется может конечно что нибудь и будет ну чё ж давайте его разберем посмотрим что внутри хотя бы как вообще там сайди блин зараза как вообще там станет диод как он собранный сразу думали в плане покупать не покупать мне кажется купить стоит лазер очень красивый зеленый конечно 530 ланометра твердотельный его всегда будет лучше видно в воздухе всегда будет безусловно потому что твердотельный лазер видно лучше сделаем просто после откручивания бултков здесь стоит вот такая фигня залит клеем то есть диод запрессованный ищем опять болтик звездочку стоять он должен вот здесь закручен охрененно ну конечно его хрен вытащишь поэтому придется лезть в сам модуль и из этой дырки аккуратненько сбоку пихнуть его сюда вот таким образом ну вот здесь такая балдашка алюминиевая линза скорее всего пластмассовая но это мы сейчас покажем давайте приблизим камеру она улучшается качествует вон на старую да есть теплопроводная паста хорошего качества между прочим очень даже хорошего качества тип термекс внутри там нифига нету сейчас посмотрим даже фонариком обычный радиатор чеш ну и вот крутить посмотреть как там вообще диод выглядит так а чем нам крутить сейчас мы надеем утвердку думаю такие следуют посмотрим что фальзодиод стоит ну и конечно что за минус стоит аккуратненько надо ковырнуть лак аккуратненько надо ковырнуть пасте но это к лучшему сейчас зима лучше обмен тепла будет я удалил клей и скрутим сам модуль сейчас я вытеру теплопроводные пасты отвертки попробуем здесь сам модуль тоже желательно бы тереть намажем еще либо внутрь ничего не попало а то будет капец хорошо закручено нифига не откручивается но чё-то чё-то пошло чё-то пошло чё-то пошло нибудь иностерное болезнь боюсь царапать чё-нибудь отвертками такой нету большой очень плохо очень плохо открошится попробуем зажать его пассатижа и не будем надеяться то что а надо полотно от ножовки взять лучше от ножовки пометану сейчас полотно возьму и должно что-то вот я дам полотно от ножовки пометану неужел один конечно листочек положить какой-нибудь небольшой чтобы не царапать линзу ну там мало чего и таким вот образом потихоньку откручиваю его геморрайз ну чё же сделаешь отвертки у меня большой нету нету Более-менее он решил откручиваться, теперь можно уже потихоньку его откручивать. Клея походу очень до хрена залили, чтобы ни одна душа его не разобрала. Вот, сейчас момент. Слышу, уже стоит там пружинка, винза покрыта, как под зеркальной фигнёй, которая отражается фиолетовым. Вот там стоит диодик. Диодик, мне кажется, защищён. 5-мм диодик стоит, защищён от пыли, от грязи. То есть, можно его включать так. Так оно, показал, не показал. Вот оно там стоит. Так здесь всё выглядит. Доложим. Здесь пружинка. Приклеена, блин. И почему тут гайка? Гайка, скорее всего, держит линзу. Вот эту. Сейчас мы её попробуем открутить и посмотреть. Здесь гайка, потому что она вредно будет ставить, чтобы приезжать пластмассовую линзу. Вот. У нас, скорее, ещё стеклянная стоит. Если уж на то пошло. Как качественно сделано. Линза стоит стеклянная. Маленькая стеклянная линза стоит. И она у меня та самая. Хочет упасть. Две прокладочки по бокам. Руками её ни в коем случае нельзя трогать. А не то чистить. Ну, короче, это самое. Ну, вы поняли. Какое адекватное слово было бы к месту. Так. Здесь стоит стеклянная. Ну, чё ж. Попробую сейчас собрать. Ну и попробую, придётся, что там ещё говорить. Собирать всё равно надо. Вот таким вот макаром я её затлакал. Где-то фигня. Вроде бы, встала. Аккуратненько закручиваем. И чё-то она нифига не... А, нет. Закручивается. Так. Основной геморрой миновал. Сейчас мы попробуем поставить другую линзу. Поставим. Один за 600 рублей вот такой. Они мне очень нравятся. У них получается очень тонкий луч. Какому лазеру не поставишь. Видеодному. Вначале получается очень тонкий луч. Это прям бомб. Нравится из-за того, что фонерик, который нам выдают за лазер, становится похожим на лазер всё-таки. Ну, наверное. Многие знают то, что лазер должен быть тонким. В первую очередь его лучше. Сейчас будем его фокусировать. А чё он не горит? А, во! Загорелся. Так, ну чё ж. Давайте открутим. Посмотрим, каким пятном усилились. Чёрт, чё сказать. Посмотрите. Красивым пятнышком светит. Берё... Нет, он не синий, как смотрится на камеру. Он бирюзовый. Цвет у неё действительно бирюзовый. Красивый очень. Но всё-таки он греется. Надо его пока вырубить. Ну, чтобы он здесь не перегрелся на фиг на мою голову. Да, бирюзовый. Я вот хочу поставить вот такую. Стоит 600 рублей на нашем любимом маленьком. И выдаёт довольно-таки узкий луч. Ну, конечно, потом он, естественно, расходится. Ну, сам эффект в начале очень прикольный. Такой тонкий, как у зелёной указки. Так. Опять, а розетка всё внимается. Чую. Фокусировать его долго придётся. Ну, пружинку будет. Сейчас выну пружинку. И попробую его в сумку все-таки дать линзой. Либо в дальнейшем придётся нафиг переставить его в другой калиниматор. Разгибать идёт не до конца. Внутри разгибать идёт не до конца. Так что, вполне возможно, этой линзой у меня не получится его сфокусировать. Есть, только не перестаньте другой. Нифига. Действительно, надо ближе. Ну, ближе некуда. Ближе уже не крутится. Так что, модулис пойдёт, скорее всего, отсюда вынимать и переставлять в другой. Чтобы можно было его нормально фокусировать. Так, собираем. Вытряхаем нафиг оттуда всё добро, которое, скорее всего, при скручивании, раскручивании появилось. Это обычно всякая грязюка. С резьбы слетает, остатки лака и там подобная фигня. Закручивается уже ногтём, конечно. Вот примерно так он был. Сейчас включим, попробуем. Есть ли точки? Нет точки. По-прежнему пятно. По бокам. За светом. Для этой лискули. На фигня. На фигня. Да нет, не лиску. Ну ё. Ногта-то уже не хватает. мундут греется поэтому надо выключить уже сейчас все таки я вас фокусирую может конечно на этом видео закончить можете уже будешь основное показал вот дело все-таки точку до света по бокам они выбираются вот этот стоп и то есть еще на сделал побольше мне кажется их видно не должно тогда сфокусируется . уже то есть надо нормальную вензу нормальным модулем ну вот и все все работает все красиво камера конечно вид его как голубой самом деле он бирюзовый то есть цвет спектр который стоит между зеленым и синим точнее и голубым уже если быть точным цвет который не зеленый и не синий он бирюзовый приятный цвет ну вот установила его наконец-то свой любимый калиниматор распилил этот алюминиевый бочонок поставил вот такой маленький калиниматор для лазерных диодов который очень компактный можно установить их много разных цветов на одну не особо большую пластину алюминиевую точнее я хочу установить на латунную также конечно этот уже стал не нужен радиатор вообще-то но идет он так как это самый я еще не стал делать сборку из таких вот модулей поэтому этот служит как радиатор для него чтобы отводить от него тепло как ни странно хоть он не такой большой мощности он все-таки греется довольно-таки нормально так он будет драйвер вот здесь прикрутил и сейчас а да так же так же поставил мою любимую линзу которую лучше делает очень тонким довольно таки ну да вот сама раньше была вот такая родная которая у нее стояла я поставил вот такую ну ну нет телефон реально дерьмо стали плохо снимать очень плохо ну ничего ж теперь сейчас его подключим покажу как он светит теперь уже начал вот с такой вот линзой берем блок питания брать я буду его родной с которым в комплекте шел и ищем здесь 12 вольт на плате вот 12 вольт это тотал модуляция почему-то 2 не знаю почему ну хорошо включаем сюда 12 вольт подаем и включаем его в розетку так куда пошла же нафиг 600 рублей потерять еще не хватало ладно пусть вот так стоит так чушь включаем момент истины вот он засветился цвет у него конечно очень красивый луч конечно стал много раз тоньше чем был ну а сейчас я эту камеру засуру бирюзовый красивый цвет раньше не знаю конечно почему наверное только что когда он только что вышел довольно таки дорого лазер такого цвета ну чё ж вот для сравнения со всем любимым и широко покупаемым наверное лазером 303 конечно здесь оптик стоит полное говно оптик стоит здесь полностью пластмассовая вот и если даже это самое показать вот то что и рассеивающая линза и фокусирующая стоит пластмассовая ну чё ж ты не фокусируешься телефон вот для сравнения получаем смотреть указка примерно 150-200 милливатт поджигает естественно спички вот так выглядит вместе конечно еще красивее кажется там какая-то самая от синего до зеленого небольшой промежуток 488 на метров так чё ж давайте сейчас выключу свет покажу как это все дело в темноте естественно выглядит вот так он выглядит в темноте на самом деле он не голубой вот 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 бирюзового какого-то небесного цвета но не в синюю сторону а больше на посередине между синим и зеленым как-то так красивый очень цвет кому интересно конечно советую приобрести кто любит удобные фонарики как и я ну вот сейчас я отойду и покажу как он его лучше красивый вот у него да да блин чёрт ты расфокусируешься он так светит вот его точка да у меня включен проектор это кажется моя страница вконтакте вот так он светит вот это конечно фигня когда ее при установлении в проектор или еще кто-то да ее конечно видно не будет она поглотится зеркалами отражающими будет чисто точка поэтому для меня она особо не играется ну можно трубочку надеть сюда ну либо ждущий режим комп ушел теперь теперь поярче будет его видно так ну конечно отключим зеленый поярче поярче вроде почти одинаково ну вот 488 нм конечно очень красивый ну в принципе то что редкий редкий спектр считается с этой линии конечно уже начал греть он так что еще показать ну показать наверное тоталомодуляцию у него как он работает тоталомодуляция не знаю может кому интересно будет кто занимается подобным того же как так сюда сюда не суемся нафиг смотрим где написано ттл вот ттл и при замыкании вот этих его контактов наверх должен погаснуть оп погас пускай же загорается так работала модуляция другой вход вот фиг за написано тоже тоталомодуляция но может конечно модуляция при помощи напряжения плюс 5 вольт может подаваться в диапазоне от нуля до плюс 5 вольт бывает еще такая модуляция то есть подаешься на напряжение лазер сгорается убираешь напряжение он якобы как тухнуть должен либо еще бывает такая фигня наоборот конечно наоборот то даешь он выключается даешь немного напряжения он загорается бывает еще такая фигня в некоторых поэтому поэтому вот так работаете с тоталомодуляция кому нравится покупайте освещайте комнату как и я подобными вещами ну в общем для дома и жизни всем пока